Да, это первый период. Я помню, что Саркаплан построил личную декорацию, такую вот суббинированную декорацию, где мы снимали диквы и дамы. Все происходит здесь. Ну, Жене уже ударился в воспоминания, этих воспоминаний очень много, это целая жизнь практически проведена здесь, в этих стенах. И очень хорошо, что у меня начинает возрождаться музей. Замечательная работа молодых мастеров, я еще внимательно не посмотрел, но меня интересуются. Появились, например, эскизы замечательного фильмовского художника Суворова, того же Каплана, и они есть, да? Да, они не погибли. В отличие от аппаратуры, которая вся предотвращена, частично там, да. Ну, так вообще-то, Евгений Мразборов, он основатель, достаточно такой. Но дух, о котором говорил Евгений Маркович, я думаю, все-таки сохранился. Это имеет огромное значение вообще в искусстве. Но людей переживает очень сложное время, мне кажется. Потому что, ну, связано, это связано вообще с тем, как что-то переживает вообще искусство у нас в стране. Потому что, мне кажется, что руководство страны просто ничего не понимает в искусстве. И Путин в первую очередь, между прочим. Он замечательно умный человек, но он офицер. И ничего не понимает в искусстве. Кто к нему подъедет, кто-нибудь нашепчет на ухо, да, тут в ту сторону все и катится. Вот сейчас докатилось до того, что практически непонятно, куда делись все деньги, на которые государство откроется кинематографа. Оно разделено в какой-то, какая-то, восьмой боярщина, который, как сказать, значит... Раньше мы хоть понимали, приходишь в Министерство культуры или в комитет кинематографии. Подаешь заявку, там комиссии, экспертные разбирают это дело, редакторы. Наконец говорят, давно тебе денег или нет? Было понятно, с кем ты общаешься. Теперь я даже не понимаю, куда идти, кому лизать башняки, чтобы выделили хоть какие-то деньги. Понимаете, вот до какого ужаса мы дожили. Могу назвать фамилии, кто нас загнал во всю эту дыру. Так что у меня, в общем, такое не очень праздничное настроение. Не потому, что мне 80 лет, а потому, что мы вот учим молодых. И во Европе, где мы преподаем, здесь мы преподаем, в университете кино и телевидения. А чем они будут заниматься, эти люди? Эти молодые ребята, талантливые ребята. Земля родит таланты. Они появляются и появляются. А куда они идут? Они идут сейчас снимать эти самые, на маловарную снимать эти самые сериалы всякие дурацкие, где отсутствует творчество. Почему отсутствует? Потому что там бригадный метод. Раз бригадный метод, и снимается 60 серий, я и не по очереди снимаю, то о каком вообще искусстве, о каких глубоких мыслях и так далее можно говорить. Смешно. И вот, значит, Ленфильм стоит вот на этом распухе. Значит. А? Нет, Ленфильм. Я хочу закончить про Ленфильм. И вот меня спрашивают, а вот нужен Ленфильм или не нужен? Чтобы отдать его там, вот, телевизионной корпорации, или, значит, сделать из этого лаборатория, как и два лагеря. Один лагерь, это давайте мы присоединиться к богатой телевизионной корпорации и будем делать телевизионную продукцию. Другая, другой лагерь говорит, нет, Ленфильм это святое, Ленфильм должен превратиться в лабораторию арт-хауса. И вот я не знаю, куда мне идти, потому что я не телевизионным не хочу заниматься, и арт-хаус, я ничего в нем не понимаю, я никогда не работал ни на какие фестивали, потому что арт-хаус производится только статуэтки с фестивалями, а народ этим мало интересуется. А я всю жизнь работаю для народа, так же, как Женя, так же, как Виталий Вячеславович Ленников. Мы всегда делали кино, такое, то, что называлось тогда, ленфильмская мелкотемия. Про жизнь, про семьи, про людей, про любовь, про нервность, про все, что угодно. И народ смотрел эти наши картины. Но вот этой середины-то нету, и вот этой середины нет, надо ее как-то восстанавливать. А я ее не восстановлюсь без проката, потому что, ну хорошо, мы будем лудить эти картины, так сказать, а дальше что? Вот я 10 лет последние снял 5 картин. Уверен, что почти никто их не видел. Уверен, да. Банкрот, да, потому что вы уже как бы уже видите к этому прямое отношение. Никто их не видел. Хотя это фильмы, там даже долг истерео, там все что угодно, все есть. Нет, нет ни показателей. Их можно показать на дисках. На дисках можно показать. Но на диске смотреть кино, которое делалось для зала, для народа, для того, чтобы это было правособорное зрелище, это войска нет. А на диске, а на части на мной. Да ничего страшного, на дисках мы будем показывать, мы по телевидению покажем вашу картину. И они почему-то не учитывают только одного, что прокат-то у нас есть. Но этим прокатом интересуются только американцы, а не мы. Все денежки, которые идут сейчас к кинотеатры в России, идут в Голливуд. Вот до чего докатились. Продолжение следует...